Друзья, извиняюсь, что сейчас у меня на фоне пылесос, пылесосит, ездит роботы по залу, поэтому будет немного шумно. Я снова заказала целую гору джинс, одни сейчас на мне, двое я уже запаковала, чтобы отправить их назад, потому что они мне по той или иной причине не понравились, не подошли. В общем, обнаружила, что у меня есть двое темно-синих джинс, и в них очень непрактично ходить на площадку, и одни серые, вот такого мышинного цвета, но они такие совершенно не гнущиеся, мне в них просто некомфортно. Поэтому заказала кучу, чтобы выбрать там одни-двое и посмотреть вообще. В общем, здесь цвета такие более-менее универсальные, ну, кроме, может быть, вот этих ярко-синих, не знаю. В общем, я просто на пробу, чтобы что-то для себя выбрать и по форме, и по цвету, и бегать потом с ребенком на площадку. В общем, мне нравятся эти джинсы, опять-таки, от Next. Я что-то вообще прямо зафанатела от этой марки. Есть даже такие, которые делают такой лифтинг-эффект, то есть попа будет поднята наверх. Интересно посмотреть. Вот, в принципе, вот эти мне уже нравятся, что они полностью так по ногам, и в то же время они очень высокие, они подбирают вам и живот, и бедра, и как-то вот до самой талии, до самого пупка. В общем, сейчас посмотрю, не оставить ли мне прямо несколько штук, потому что джинсы много не бывает. Вот эти вообще, смотрите, с какой широкой, с широким поясом, то есть тоже все будет здесь очень хорошо подобрано. В общем, сейчас будет большая примерка. Решила, несмотря на свою заляпанную снова зеркало, показать вам эти джинсы, чтобы не быть голословной. Вот так они выглядят. Так, как мне встать? Эти ручки постоянно мешают. В общем, очень-очень высокая талия, что я никогда уже не ношу ничего короткого. То есть это всегда будет что-то, какой-то свитер, или худи, или как-то. Или если я села, у меня здесь ничего, поясница никуда не выпала. Мне очень нравится цвет, он такой, в принципе, голубой, но немножко такой грязноватый, для того, чтобы, если я где-то на песок, я, знаете, тоже иногда сажусь и на песок с костиком, и на какие-то, на игровой площадке такие, ну, в общем, куда угодно мне, чтобы было удобно, чтобы я там не стою колом, чтобы не замараться. В общем, мне нужна мега универсальная одежда, которую не жалко. Вот, и такие джинсы, хорошая длина, это будет хорошо с кроссовками, можно, если в случае чего, даже подвернуть на один раз. Мне тоже нравятся такие манжеты светлые снизу джинсы. Ну, в общем, да, я очень рада, я довольна этой формой. Здесь небольшие пошоркости, потертости, пошорканности. Вот эти двое, кстати, видите, там лежат и ждут свои отправки назад. Так, я покажу материал, вот такая вот крупная, крупные полоски. Мне это тоже очень нравится. С одной стороны, они, как сказать, они стрейчевые, но вот эта вот такая грубая фактура говорит о том, как будто бы они такие плотные-плотные. Ребенок уснул, поэтому мне надо немножко быть потише. Следующий вариант, вот такие леггинсы. Это чем они отличаются от обычных джинс? Тем, что они, здесь карманы и ширинка, это как бы обман получается. Это все не настоящее такое. И за счет этого у вас нет объема здесь из ширинки, нет никакой пуговицы и двойного слоя ткани. Здесь нет карманов с этой вот тканью, знаете, обычно здесь дополнительная ткань на карманах. И поэтому это все очень плоское, очень такое монолитное. И это тоже очень хорошо держит живот, вот, и придает такую хорошую форму. Вообще очень удобно. Они такие гладенькие, да, нет никаких дополнительных складок за счет того, что ткань более тонкая. Мне, опять же, нравится длина вот по эту косточку. Это очень хорошо с любыми кроссовками и с ботиночками, очень классно. В общем, я довольна. И несмотря на то, что это вот прям не совсем уж так мой цвет, все равно я их оставлю, потому что они очень удобны и для своей цели полностью подходят. Плюс у них какая-то интересная такая, такой крой. Здесь, смотрите, какие-то необычные выточки в районе бедра. И, в принципе, они так и сзади очень делают все хорошо. Если вы понимаете, о чем я. В общем, все вот так вот собрано, все так хорошо сидит. Сидит. И в то же время ноги получаются тонкие за счет того, что это вот очень тонкая такая форма. Ну вот. По-любому они у меня останутся. Плюс, да, широкий пояс такой плотненький. Их надеваешь просто как колготки, получается. Но вы вроде как и в колготках, вроде как и в джинсах. Вот это очень такое эластичное. Все здесь так классно сделано. Прям мега довольна. Ну и вот такая вот ткань. Я от нее, ну не могу сказать, что прямо в пищу и в восторге. Но мне нравится, что нет никаких дополнительных клепок, которые часто не того цвета, какой нужен. Да, вот. Просто гладкая ткань. Ой, не хотела показывать все джинсы, но не могу остановиться, друзья. Кстати, я не знаю, по какой причине. Вот я смотрю на себя в зеркало и вижу немножко себя вообще в другом виде. А вот в камере почему-то я остановлюсь какая-то снова квадратная. Не знаю, чему верить. В общем, вот такие тоже называются они леггинсы. Sculpt Leggings. То есть они призваны подчеркнуть вашу фигуру. Они тоже без карманов, но здесь есть небольшая ширинка и две настоящие пуговицы здесь на широком поясе. Ткань очень мягкая, они очень эластичные. Смотрите, как сделано сбоку и сзади. Здесь почему-то появляются вот эти штуки под попой. Знаете, как будто вы в шортах, а потом у вас еще штанины есть. Мне этот цвет больше нравится, чем вот в предыдущих джинсах. Серый такой, мышинный, гладкий цвет. Я вот сейчас не знаю, все-таки оставлять предыдущие, голубые или эти. Но у меня там еще много вариантов. Вот такой цвет. Но этот однозначно подходит мне лучше, чем тот ярко-ярко-голубой. Так что сейчас я еще подумаю. Да, вот смотрите, еще один вариант. Уже они внизу не суженые джинсы. Это как раз вот те, которые я вам показывала. Улучшающие, улучшающие вашу фигуру. Ну действительно, опять же, здесь все подобрано плотненько и хорошо. Мне вот, ну что говорить. Мне вот понравилось, как они делают брюки, джинсы, как это все сидит. И значит, ну понравилось, значит понравилось. Значит они просто шьют по тем выкриканным, которые мне подходят и нравятся. Мне, ах, знаю сейчас, что в моде эти оверсайз всякие там, эти бойфренды и так далее. Широкие джинсы большие. У меня тоже такие были от H&M. И я их, друзья, просто выкинула недавно. Потому что там были пуговицы в районе ширинки. И здесь был такой объем, что я уже пару раз получила в кавычках комплименты. Комплименты, не ждем ли мы еще одного малыша. Потому что стоит расслабить живот, плотно покушать. И плюс вот это все еще от джинс. И вот представляете, я не могу сказать, что у меня уж очень какой-то там суперкруглый живот. Да, но вот представляете, получила комплименты, что мы как будто бы ждем еще одного малыша. И я сразу после этого от этих джинс избавилась. Потому что я не хочу, чтобы это так выглядело. Вот эти мне нравятся, но они пойдут назад, потому что все-таки это не моя форма. Я люблю, когда снизу заужена, когда на щиколотке. Видно, что они у вас тоненькие. Потому что у меня довольно широкие бедра. И всегда вот эти ляшечки мои были круглыми, в каком бы весе я ни была. Поэтому если я буду еще носить такие вот штаны с широким низом, я буду просто каким-то таким квадратным телом, чего не хотелось бы. Просто не моя модель, на мой вкус. Очередная пара уже в цвете хаки. И, вы знаете, сначала я надела их, и мне показалось, ну что, это уже как-то так не облегает. Может, я привыкла от предыдущих. Но вот сейчас я уже в них влюбилась, поскольку они тоже очень хорошо держат талию. У них очень удобные и глубокие карманы. Я не знаю, может быть, у меня сейчас здесь освещение как-то так сверху падает, что они более такие все морщинистые. Вот, поверьте мне, в жизни они не такие вот все сморщенные в этой области. Да, они укороченные, но это тоже вот классно, знаете, пойти в горы куда-то гулять. Очень они удобные. Внизу такие манжеты широкие сделаны. В общем, такие больше даже не джинсы, а просто штаны. И штаны, чтобы гулять на природе. Опять же, такой цвет, что если мы куда-то пойдем с сыном, мне не страшно, там даже и на траву сесть. Прям классные, честно, понравились мне. Опять же, очень приятная ткань. И как удобно коленки сгибать, потому что ничего, нигде не жмят. А вот это уже просто обычные джинсы, уже не леггинсы, уже с нормальными карманами, ширинкой. С такой почти черной фурнитурой. Цвет более темный. Это я сравниваю с теми леггинсами серыми. Вы знаете, друзья, они мне нравятся больше все-таки, чем все эти серые и голубые леггинсы. У них здесь есть больше пространства для живота. То есть, когда я буду садиться, мне здесь ничего давить не будет. Это тоже важно, знаете, как это смотрится со стороны и твой личный комфорт. Они тоже высокие. Здесь тоже такие дополнительные выточки, которые хорошую форму бедер вам создают. Опять же, нет вот этих здесь швов, от которых я не была в восторге. То есть, здесь все гладко. Моя длина, это длина regular, кстати. И размер я меряю, это все 38 по-немецки. И десятка, десятка по вот этот английский размер, десяточка. По-немецки 38, а какой-то уже по российской линейке я, честно, уже и не скажу вам. И цвет, опять же, очень универсальный, темный такой, темный, хороший цвет. Все, пошла. Нашла коса на камень, решила вам уже все показывать. Просто такой вариант я никогда не видела. Он называется Jog Jean. То есть, по сути, наполовину это джинсы, наполовину такие штаны для бега. То есть, они еще более тонкая ткань. То есть, совсем тонюсенькие джинсики. Здесь у них сделано на шнуровке. Можно утягивать по своему усмотрению талию. Они широкие, как видите, не в обтяжку. И снизу вот такая отделка с замочком. Можно даже замочивать до какой-то степени. Растегивать большие, широкие манжеты. Стоит ли говорить, что они невероятно удобные? Но не знаю. Фигуру они не собирают как-то очень. Это именно для тех, кто хочет максимально расслабиться. И просто наслаждаться комфортом. Потому что в них вы просто как в невесомости. Это просто такие вот почти что пижамные варианты. Пижамные штанишки. В общем, друзья, что я оставила? Я оставила три пары джинс. Это вот эти хаки. Мне просто они нужны, потому что мы порой выезжаем куда-то в горы. Ходим, там гуляем. И мне вот такие вот именно даже не джинсы, а можно сказать штаны с хорошими карманами, с хорошей посадкой, с высокой талией, которые не сваливаются, которые широкие. И с широкими вот этими манжетами снизу. Но они мне просто не пригодятся. Очень точно. Они мне просто нужны. Потом я стала самой первой, которую я вам показывала вот с этими потертостями. Мне понравилось, как они сидят. У них универсальный такой голубой ненавязчивый цвет. И опять же вот эта вот широкая вязка, такие полоски вот эти хорошо выраженные. Мне очень нравится. И еще серые. Я прям вообще всю эту тему затеяла для того, чтобы приобрести себе новые серые джинсы. Потому что мои предыдущие серые, как я уже говорила, мне неудобны. Они с более низкой талией. Их я покупала еще даже до беременности. Они не стрейчевые. Они мне просто задолбали. Я их когда надеваю, мне нужны серые джинсы. А потом я мучаюсь, потому что они мне неудобны. Поэтому я оставляю вот эти серые с темной отделкой. Они очень удобные. И такой мышиный темно-серый цвет хороший. Для детской площадки незаменимая вещь. Потому что тогда и на них и какая-то вот песок или грязь. Там ребенок ботинками долбанул по ноге. Все это мне будет в них нипочем. Поэтому оставляю вот эти трое. Двое из них стоят 36 евро. Одни 41. Уже не помню, как распределяться цены. Оно примерно, чтобы вас сориентировать не очень дорого. Удобно, комфортно, красиво. В общем, я опять же в диком восторге от своих приобретений от фирмы Next. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин